Субтитры делал DimaTorzok Мы конечно справились, но проблема была в том, что это очень жесткие враги были и поэтому сейчас я хочу сказать им пару ласковых. Но между тем я думаю, что эти ребята присоединятся к моей армии и в итоге... Ладно, черт с ним. Ну как к армии. Они будут работать на меня. Слышь, женщина, я тут такое провернул опять. Ты должна жить и работать на меня. А ты не хочешь ко мне именно вот это вот прийти туда и жить? Там лучше, чем тут. Конечно. Мы с тобой, наверное, и все, да? Я понимаю, что у нее патронов теперь нет, но мне плевать. Подожди, считается, что они теперь мои ребята, да? Знаете, что мне нужно? Я хочу сейчас попробовать. Я не знаю, будет ли это работать или нет, но мне нужно вот это вот все попробовать убрать сюда. Потому что это пипец, сколько занимает веса. Вот так вот кажется по одной, по два. Но если у меня дерево 236, то это уже серьезный вес. И поэтому, соответственно, весь хлам мы сохранили, да? И теперь он лежит здесь. Да, вроде так. И смотрите, насколько все у меня стало легче. Да, это поход действительно работает. Ладно, короче говоря, сегодня у нас на повестке дня. Мы можем пойти обратно и похвастаться. Но я бы хотел сходить... Сейчас скажу, куда. Огневая поддержка. Так, а тут нужно поговорить с Престоном. Ну да. Добраться до полицейского участка в Кембридже. Слушай, может не просто в Даймонд Сити сходить уже в конце-то концов. Потому что, ну блин, у меня по патронам напряженка. Я бы многое продал, многое бы купил. Это бы, я думаю, мне гораздо больше помогло бы. Тут вот завод у нас рядом, который я бы тоже посмотрел. То есть прямо вот здесь. Но я думаю, что Даймонд Сити нас ждет. Реально. Просто ждет. Давайте мы с вами к нему пойдем, наверное, вот отсюда. Потому что тут дорога недалекая. Я надеюсь, что там рейдеров новых не придет, потому что мы там их перевалили достаточно большое количество. Теперь у меня не будет проблем с перегрузом, по крайней мере. А вы видели, видели мою крепость? А, ну да, я же вам показывал ее. Ни у кого такой нет. Слушай, когда-нибудь из моего карабина будет сделано вот такое. И это будет реально круто. Но то, что у меня сейчас есть, это уже как бы вполне себе неплохо. Я так понимаю, эта пушка, она в стоковом варианте уже была неплохо, да? Или это... Подожди, это мой карабин, по сути. Да! У него дульная насадка, у него сошки стоят, у него самый мощный прицел. То есть нам есть куда расти. Это круто. Так, хорошо, тут мы не были, поэтому надо быть поаккуратнее, потому что тут кругом рейдеры. Кругом. И в прошлый раз нас чуть не захорчили собаки. Ну как чуть не захорчили? И не попытались это сделать. И в итоге даже нас попытались обойти, представляете? Умные твари. Умные. Одна пошла спереди, другая сзади. Одна получила спереди, другая получила сзади. Некоторые спрашивают, почему я не слушаю радио. Потому что я на боевом задании. Господи, я не могу слушать радио. Форма для кекса. Так, давай. Давай, давай. Давай. Это если про слабо, но где-то будем ходить, то тогда, соответственно, можно этим заниматься. А так, я лучше услышу врага, чем музыку послушаю. Тихо, тихо. Еще один труп застрелился. Серьезно? Он на котика смотрел? Посмотрел на котика. А, это она посмотрела на котика. Поплакала. Попила пиво и застрелилась. Жесть. Это печально. Так, хорошо. Нам сейчас, на самом деле, все-таки лучше, наверное, вернуться назад. Но сначала, понятное дело, пойдем в Даймонд Сити. Но когда я так говорю, как правило, в итоге выходит следующее. Я захожу в большой город. А это, я так понимаю, самый большой город здесь. Так, сядем поудобнее, чтобы в начале серии поскрипеть. И потом не скрипеть. А потом... Здорово, парни. Смотри, тут реальности надо. Короче, заходишь в это поселение, а потом уже не можешь выйти, потому что там море интересным всего. Здесь была знатная перестрелка. И в нее даже не встревал. Он там немного почистил. А здесь они и сами разобрались. Так, ну давай посмотрим. Здорово, бойцы. У вас тут нехило. Вполне себе серьезно. Я тебя понял. Неплохо у них тут. Мне нравится. Интересно, а какая они двухэтажные сделали такой вау? Я могу такое же делать? Интересно. Слушай, а такие очки у вас продаются? Там нет? Я хочу. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Ты? Ты хочешь into Diamond City, да? Ты кто вообще? Ты будешь открыть дверь и оставить нас? Или ты будешь говорить к Мирне о том, что потеряешь все припасы? Боже, хорошо! Ты говори, ты его пустишь, или потеряешь все припасы? Такую возможность. Чё-то перевод опарывается время от времени. Лучше идти быстро, пока Дэнни попадает на глаф. Я не беру отчетов от тебя. Ух, возьми, ехать! Ты, ээээ, приди, когда ты готов. Пайпер, кто тебя вставил внутрь? Я сказал Сулливану, чтобы держать эту дверь закрыт. Ты невероятный, раббл-раузинг, сландер! Ты невероятный, раббл-раузинг, сландер! Добро пожаловать на велосипеде коммунистов! Счастливый, счастливый, прекрасный место. Счастливай свои деньги, осознайся. Не дай этот мук-рэкер здесь говорить о том, что ты не говоришь, хорошо? А, ладно. Что-то, я не буду здесь долго. Ах, другой смысл-раббл-раббл-раббл-раббл-раббл-раббл-раббл-раббл-раббл-раббл-раббл-раббл. Ну, что-то, что ты делаешь, не забывай идти в Даймонд-Сити-Секуритет для помощи. Я достаточно этого, Пипер. Открывайся, ты и твоя маленькая сестра на помощь. Да, продолжай говорить, Макдонах, это все, что ты хороша. Ммм, большой Даймонд-Сити-Секуритет от Мэйора. Ты чувствуешь уважен? Смотри, мне нужно идти встать, но, эм... Попробуй в мою офису позже. У меня есть идея для артикла, который тебе бы смысл. Надо будет приударить, если вы понимаете, о чем я. Здорово! Брюс Уиллис похож. Так. Ты такой трейдер, о чем Пипер говорил. Так. Я не хотел спорить, офисер. Все просто случилось так быстро. Ты не первый человек, который Пипер взял в пакет проблем, который не был готов. Спасибо, что ты честно. Если это было мне, мы бы просто оставили вас двое. Но Мэйор зовут их на пакет, и... Ну, ты видел, как милый он. Эй, что привело тебя в город, в принципе? Было бы хорошо, чтобы это было в логах. Я пытаюсь найти кого-то. Так. Кто ты любишь? Что такое институт? Что это? Ах, черт. Смотри, я реально не хотел бы сказать это. Они просто милые, хорошо? Это что-то, чего люди уважают, когда что-то происходит. Если вы действительно хотите знать, есть целый новостей в городе, который не остановит их. Собственность. Я просто потребую немного информации, Дани. Мы можем держать это от рекордов. Я извиняюсь, но я не могу. У меня есть орды. У меня есть орды. Как мы сделаем простой взяток? Управа? Для информации. Эй, я не принимаю отреки, хорошо? Нет. Я спросил где-нибудь, тогда. Шин, и может кто-то в городу может помочь тебе? Пусть хоть лицо мое запомнят Ну посмотрим на ваш Даймонд Сити Столько про него наслышан Я покажу вам потом этого робота Он просто, суть в том, что Довольно странно работает В общем, другого не назовешь Он, короче, воюет, воюет Вот это вот как раз тут написано А после этого он перегревается Ого Неплохо у вас тут Я-то думал, это самый большой город, а это так Это что, у нас получается Стадион, что ли? Да походу, смотри На стадионе живут Здравствуйте, как вы, походу? Как вы, походу? Как вы, походу? Ну, походу, вы получаете Ого, походу, и Ты говоришь это за неделю, и старая девушка продолжает тренироваться. Ох, не переживай так много. Я должен идти в офис. И ты начнешь кричать, если ты видишь ненавидные политики. Почему? Есть что-то плохое? Пайпер? Эй, салага. Брёжный пайпер для новостей. Но, если институт тебя в ночной, то, в least, мы выяснили. Брёжный пайпер? Слышит качество. Я серьезно. Институт берет людей. Ты должен читать, если ты в порядке. Я буду хорошо. Да, я слышал это раньше. Так что ты делаешь в Даймонд Сити, в общем? Я просто надеюсь, что найти что-то здесь. Да, ты и каждый скавер в коммунистике. Так что ты за что-то искаживаешь? Кто бы я с вами поговорить о найти человека missing? Что такое институт? Что такое институт делать? Это у всех людей так страшно. Ты имеешь в виду, что делать синты и используя их, чтобы помочь людей? Или, что они живут в шагах, и никто не знает, как к ним? Все в городе боятся быть помочь. Или, что кто-то, что они знают, уже не человек. Так что не ожидайте, что люди вокруг здесь прыгают вверх и вниз, смотрят, чтобы помогать вам. Какие эти синты? Институт делал их за годы. Эти старые такие люди выглядят, но вы можете видеть, что они роботы. Ты видишь, что там много людей в коммунистике. Я слышал, что они убийствуют целых городов, и управляют, что осталось, кто знает, где. Но их реальная опасность в новых моделях. Синты с реальной крови, крови и горьей и все. Но это прям как Терминатор. Слушай, у вас там Шварценеггера нету. Ты умный парень. Есть ли есть кто-то в городе, кто не боится этого института? Ну, есть детектива, мистер Ник Валентайн. Он не боится ничего. Если кто-то будет помогать, то это он. Что еще ты знаешь о мистере Валентайна? Я знаю, что все дети, которые туда идут, не будут обидеть. Это не так? Я знаю, как это выглядит. Никто не обидел за людей, которые помогают. Спасибо. Ты была огромная помощь. Помните, что институты там есть, новичка. Смотри на твою руку. Неплохая девчушка. Ладно. Подожди. А где это у нас синтетическая правда? Октябрь 2287. Синтетическое будущее. Автор Пайпер Райт. Лапша. Мы все ее едим. Мы все ее любим. И энергичная лапша Diamond City утоляет наш голод вот уже 15 лет. Начиная с механического звучания запрограммированного японского языка Takahashi и заканчивая ароматным паром над каждой миской и обжигающим вкусом каждой порции. Заказ и употребление лапши одной из удовольствий объединяющих множество людей. Но так ли это? Тот же самый вопрос я задала себе, сидя за стойкой в энергичной лапше в прошлую среду, чуть позже 17 часов, и наслаждаясь ужином, как и много раз до этого. И тогда я заметила, что наш мэр Макдонах сел на табурет и приступил к тому же самому ритуалу. Вытянул правую руку, открыл рот, начал жевать. Да, употребление пищи. Лапши. Удовольствие, знакомое практически каждому жителю Даймонд Сити. Должно быть так же считали жители Даймонд Сити почти 60 лет назад. Необычайно теплый майский вечер 2229 года, сидя за той же самой стойкой. Но это было еще до Takahashi и его лапши, когда в этом баре подавали ледяную ядерколу, педистое пиво и крепкие виски. Бармен назвали Генри, и тем вечером он обеспечивал посетителям простое человеческое удовольствие. Алкоголь, курение, разговоры и смех. До тех пор, пока не случилась трагедия. Среди нас немного людей, которым возраст позволяет помнить тот вечер, хотя некоторые из городских гули могли бы многое о нем рассказать, если бы их всех не выгнали в соответствии с указом мэра Макдонаха номер такой-то. Слушай, их выгнали? Но есть среди нас один человек, который помнит события того вечера и помнит очень отчетливо. Всеми уважаемая Юстас Хоторн, которая поведала свою историю в эксклюзивном интервью общественным событиям. О да, я была там, сидела прямо в стойке, как ты сейчас сидишь передо мной. Было мне года двадцать два, и я просто хотела отдохнуть. За стеной я была в безопасности, как и все мы. Так что могло случиться? И должна сказать, пока рядом был мистер Картер, я об этом даже не задумывалась. Он приехал в город тот же день, сказал, что прибыл откуда-то с запада. Меня это не волновало, меня интересовала лишь его улыбка и его смех. И то, как рядом с ним все всем было комфортно. Тем вечером в баре мы все окружили его. Всем хотелось перекинуться с ним словечком или послушать байки о содружестве. И мистер Картер был только рад нам. Все было так чудесно, до тех пор, пока все не кончилось. Юстас продолжила свой рассказ о том вечере и моменте, когда положение резко изменилось, и все узнали правду о мистере Картере. Мы пели и болтали, вот уже часа три, и мистер Картер за это время выпил четыре или пять рюмок. Он казался немного податым, как и все мы. А потом вдруг что-то произошло. Он улыбался, но в одно мгновение улыбка вдруг исчезла с его лица. А его щека начала как-то странно подергиваться. Я помню, как смотрел на него и помню все, будто это было вчера. Он сунул руку во внутренний карман, достал револьвер и вдруг бах! Выстрелил Генри Бармену прямо в голову. Даже не моргнув совершенно каменным лицом. Мистер Картер убил Генри так непринужденно, будто платил за выпивку. Но его щека так и продолжала дергаться. И я тебе скажу, с этого момента начался самый настоящий кошмар. Разумеется, Юстас описывает печально известные события под названием «Треснувшая маска», КНРО «Содружество» узнал, что институт, призрачная научная организация, выпускавшая боевых андроидов, создала модель андроида, которая легко могла проникнуть в человеческое общество. Жители Даймонд Сити даже не подозревали об этом, но каким-то образом институт превратил своих андроидов в настоящих синтетических гуманоидов — синтов. Убив Генри, мистер Картер выстрелил в трех-четырех других людей. Как я уже сказал, начался настоящий кошмар. Подбежали охранники, открыли огонь, а мистер Картер продолжал стрелять. Валил людей налево и направо. Наконец, охранники его застрелили. Было такое ощущение, что они убили человека, у которого крышу срывало, который сошел с ума. И он лежал там как мертвый и сумасшедший. Боже, это было ужасно. Но потом мы увидели пластик и металл. Видишь ты, это был один из первых синтов, и мы поняли, что это вовсе не человек. Именно тогда мы все поняли. Институт не просто существовал где-то там, теперь он был повсюду, среди нас. Никто так и не узнал, почему синт, известный как мистер Картер, начал убивать людей. Кто-то считает, что им дистанционно управлял институт, который хотел испытать его эффективность в бою. Другие говорят, что у него произошел сбой, гипотеза, в пользу которой говорит тикщики. И изначально он не должен был никого убивать. Однако в этом деле вопрос, почему, вряд ли имеет значение. Важно то, что жизнь людей и содружества проникла организация, намерения и мотивы которой были и до сих пор остаются загадкой. Что возвращает нас к лапше. А именно к лапше, которую ел мэр Макдонах вечером в прошлую среду, на том самом месте, где мистер Картер забарахлил и безжалостно убил несколько человек. Потратив несколько часов на удовольствие, которое жители Даймонд Сити считали привилегией человека. Они ошибались. А мы? Надо сказать, история такая, да? Что надо? Слушай, это резко стало пипец, каким интересным. Ну, оно и было. Церковь всех верований. Так, газета Даймонд Сити. Часто есть одна из этих вещей. Это он секретарь ее и ее пироп αναцвездные волосы. М-м-м. Секретарь миру? Ни на этом. Эээ, я снял ее волос в себе, и я знаю человеческое волосы. Это только это, Джонни, ты не мог бы сказать разницу. Если ты никнул Макдонава с твоей рейзором, он бы блеит. Это не значит ничего. Ты смотри, у всех паранойя, все боятся. Все думают друг на друга. И никто никому не доверяет. Подожди, у этой дамы костюм-убежище, или мне кажется? Нет, мне кажется, Кэти. Господи, ты меня так не пугай, куда они исчезли? Там у них вход? Да, дом Джона и Кэти. Понял. Ненавижу, блин, манекенов. Что-то у меня прям глаза разбегаются. А у вас есть оружейный магазин? Так, школа. Вэпонри. Вот оно. Ну все спят. Где у вас можно переночевать? Я бы убивал там всех нахрен на спе, я был забыл забыть. Все остальные, кто-то может быть закрыт, но Даймонд-Сити-Сюпласс и он открыт 24 часа в день. Что вы продаете здесь? О, все, сэр! Мисс Мернер проникнула себя на быть коллектором качественных и последствий из всей страны. Мы также покупаем много неизвестных оттенков, которые вы можете воспользоваться на вашей личности. И мы открыли 24 часа в день. Давайте посмотрим, что у вас есть. Все и все. Сейчас патроны, диктол, арбуз, банка с краской. Так, что тут может понадобиться мне? Давай мы сделаем следующим образом. Посмотрим на оружие. Короткий боевой дробовик. Слушай, это вещь, которую я захочу улучшить. Я люблю дробовики. Тем более, что он памп-экшен, да? Он такой чик-чик. Я бы купил один. Так, тактически настроенный охотничий карабин. Мне нравится то, что теперь оружие здесь все уникальное. Так, получи. Забирай бандану. Забирай ушанку. Так, ну в целом, наверное, нормально будет. Я ему отдам 186. Ээээ... Ну да. Даже секунду. У тебя, наверное, броня есть. Стив-пакс. Амминишал. Аутауэр. Диннауэр. У меня несколько минут, чтобы брауз. Ничего. и... Так, что у тебя там по одежде? Ну, в целом, неплохое все, но... Темные очки патрульного. Неплохо. Но пока не надо, наверное. Так, хорошо, помощь. Ага, шпильки. Да нет, пока больше ничего не надо. У стены есть глаза. Поспать, говорю, где можно у вас? Ты слышишь меня? Нет, мужчина. Чё ты тупишь-то? Основная база. Дом Соломона. Походу, поспать мне тут не дадут. Я думаю, в церкви можно будет поспать. Если что. К мэру это туда. А где у вас какая-нибудь гостиница или что-то в этом духе? Да, походу, нигде. Как тебе сказать, я пока не понял. Ну, достаточно. Для твоего. Я надеюсь, что все не всегда достаточно достаточно. Мы берем в честь, в сделании все более лучше каждый день. Может быть, и для тебя. Теперь, если ты ever need a quiet place, чтобы сидеть и пендерить the Almighty, в любом виде, который в твоей воле, мы всегда открыты. Так, я не буду ему дерзить, пока я новый в городе. Спасибо, пастор. Пожалуйста, сделайте себя дома. Может, он нормальный человек. Так, хорошо, знаете, что мы сделаем? Давайте мы сейчас вернемся обратно в Сенчури, потому что я хочу уже рассказать о том, что там нет проблем, и, в общем, порадовать Престона. Престона. Не двигайся, Синф! Что ты делаешь с настоящим Райли? Где мой брат? Я сверну, я не Синф! Не стреляй! Боже мой, мы семьи! Поехали! Сейчас! Он Синф! Он убил нас всех! Я не знаю! Нет! Окей. Шо уже закончено. Нет смысла в Даймонд-Сити, слышите? Просто вы, ребята, в твоей паранои. Я с вас херею, народ. Вы что, вообще крышей поехали, что ли? Хотя я не знаю, на что эти Синты способны. Ладно, расходитесь. Хорошо. Давайте-ка мы быстренько. Я в шоке. Пипец. В общем, Даймонд-Сити мне нравится, но я боюсь слишком. Много всего. Это же пипец. Это же... Это все надо будет со всеми поговорить. Я же просто так мимо пройти не смогу. Мне надо будет с каждым поговорить. Может, у кого-то там для меня какое-то поручение есть. Какая-то работа. Может, какие-то зацепки есть по основному заданию. Я этого ждал. Я поэтому скучал, но я боюсь. Не знаю. Горд мне понравился. Но хоть маленько я начал понимать, что за замоты здесь с Синтами. И почему все их боятся. Так. А вот я и дома. Здесь все спокойно. Никаких Синтов. Верно? Никаких же? Сколько у меня жильцов уже? Восемь человек по-прежнему пока. Что-то пищи не хватает. Так, слушай. Не нужно ли мне теперь торговцев строить? То есть пришли люди с бравинами, скажем. В чем смысл? Так, сталь нужна. Необходим уровень 2. Местный лидер. Нет, наверное, не нужно. По идее у меня вроде ничего. Я как раз вроде скинул недавно все. Смотри, брамина ходит. О, красота. Да, жрачка у меня сейчас нет, ребятушки. Ты там будешь разводить, нет? Поселениц. А что такое? Ты у меня в городе мне угрожать будешь? Смотри у меня, я чуть конченый. Так, хорошо. Что я хотел? Блин, мне так нравится как я базу выстроил. Я тут все дырочки заделал. То есть, кто захочет пролезть, очень удивится. Но есть места, где я просто еще не дошел. Здесь вот не было смысла закрывать, потому что... Ну, вообще есть смысл. Просто у меня не хватило ресурсов. И поэтому я обманывался, типа не было смысла там. Короче говоря, вот эта сторона у нас открыта полностью. Но вроде как с нее никто не должен прийти. Но я все равно это все обезопашу чуть позже. У меня пока что просто мало ресурсов подходящих. Утих буренка. Смотри с рогами беда какая. Че ты смотришь на меня? Шарик, ты там как? Шарик, я соскучился. Подожди, это не мой дом. Шарик, по-моему, тут находится. Если мне не изменяет память. Я обманывал за рейдерами, которые обманывают тему саду, который ты мне отправил. Мы тоже. Люди там решили, чтобы присоединиться к нашему праву. Это хорошая новость. Однажды, мы сможем сильнее, чтобы двигаться в Коммунистер для хорошего. Как обычно, у меня есть еще что-то для вас. У меня есть что-то немного отличное для вас. Мои шоутиры находятся в промежутом месте для того, чтобы седлера. Когда вы его открыли, установите радио, чтобы позволить седлера знать о нас. До того, как вы знаете, у нас есть новая новая фарма, вместо того, что вы знаете. Мы возвращаемся в Коммунистер. Одна часть в один раз. Почистить место. Но это, в принципе, не сложно. Но и нелегко. Броню я немножко поменял. Это у меня сожрало достаточно много ресурсов. Потому что основные ресурсы уходят на это дело. Да, ячейка пока что старая. Но у меня есть еще одна. Ладно, короче говоря, давайте на этом заканчивать, наверное. В следующей серии пойдем разбираться с тем, что и как в Diamond City есть подозрение, что там много всего и будет жестко. Но как бы там ни было, будет это в следующей серии. Ну, пока что все. С вами был Артур. Всего хорошего. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok